Приветствую вас, дорогая церковь! Поздравляю вас с новым 2021 годом! Меня рад, что мы сегодня, в первый день нашего нового года, встречаемся с вами в нашем помещении, хотя это происходит онлайн, то есть я здесь, вы у себя дома, но это не страшно на самом деле. Благодаря тому, что есть технологии, слава Господу, мы можем встречаться, видеть друг друга, переписываться в чате, и все ваши сообщения в чате я вижу перед собой. Пожалуйста, пишите свои нужды, пишите свои осознания, пишите подтверждения тому, что я говорю, если вы получаете таковые, и просто не забывайте дар общительности, которым нам Господь заповедовал жертвовать ради имени Его. И я еще раз поздравляю вас на том месте, где вы есть, благословляю ваши дома, ваши дела, ваших близких, ваши финансы, ваше имущество именем Иисуса Христа, и желаю вам, чтобы этот год, 2021, был действительно самым лучшим годом в вашей жизни, чтобы вы никогда больше не встречались с этим вирусом корона, нигде, ни при каких обстоятельствах, чтобы Господь просто вывел нас всех из этой пустыни, которую мы проходили с вами в 2020 году. На самом деле, это был благословенный год, он многих укрепил в вере, он многим дал понять, что такое Господь в нашей жизни, какую Он занимает место, какую Он роль играет, какое место занимает в нашей жизни, в нашем сердце. И на самом деле, ничего плохого не произошло в этом году. Господь просто показал нам то, чего мы раньше, возможно, никогда не замечали. Ну, а сейчас мы просто должны сделать выводы из этого всего и начать двигаться в направлении Его путей, в Его предназначение и в Его призвание. Поэтому этот год мы начнем с такой проповеди, как «Вера». Вера, как она есть, вера в зависимости от того, что происходит вокруг, может ли она зависеть от того, что происходит вокруг. Короче говоря, вера, как она есть. Мы с вами знаем, что родоначальником той веры, о которой мы сейчас говорим, является наш праотец, которого звали Авраам. И на примере Авраама хочу с вами поговорить сегодня о том, что такое вера, почему мы должны обращать на Него внимание, как на отца веры. Не в смысле, что у Него дочь была вера, а в смысле, что он действительно поверил Богу, и это отменилось Ему праведливость. Давайте начнем с самого начала. С самого начала мы видим вот 11 глава, давайте с 29 стиха прямо прочитаем. Авраам и Нахор взяли себе жен, имя жены Авраамовой Сара, имя жены Нахоровой Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. Исара была неплодна и бездетна. И взял Фара Авраама, сына своего Илота, сына Аврамова, внука своего Исару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но дойдя до Харана, они остановились там, и было дней жизни Фары 250 лет, и умер Фара в Харане. То есть мы на самом деле видим, что это не Бог вывел Авраама из Ура Халдейского, а именно отец его. И первое, с чего я хочу начать, это чтобы выйти из того места, где мы сейчас находимся. Мы знаем, что мы, конечно, не живем в городе Бесов. Ур Халдейский на иврите звучит как Ур Каздим, или на арамийском, правильно, на арамийском языке так звучит. Ур Каздим. Ур Каздим в переводе на русский язык это город Бесов. И вывести из этого города, что выйти из этого города Бесов, нужно за кем-то последовать. И вот в послушании своем Авраам последовал сначала своему отцу. То есть он поехал со своим отцом на верблюдах, со своей женой, с племянником своим, потому что мы знаем, что его брат умер до этого, и, соответственно, племянник стал подчиняться самому Аврааму. Он стал его, как бы, сонаследником его богатства. И они вместе вышли из Ура Халдейского и остановились в Харане. Харан тогда примерно на полпути из Ура Халдейского, это где-то там в Вавилоне, и шли они в землю ханаанскую. То есть обратите внимание, это еще не была земля обетованная. Фара, то есть отец Авраама, не вел Авраама из Ура Халдейского в землю обетованную, он хотел вывести его в землю ханаанейскую. И посередине пути Фара умирает, и, соответственно, остаются самые старшие в доме. Это Авраам, его жена Сара, соответственно, со всем этим богатством, которое у них было, со всеми наложницами, со всеми рабами, со всеми верблюдами, стадами, и племянник Авраама Лот, который вышел с ними вместе из Ура Халдейского, и они пошли теперь уже из Харана в землю обетованную, но теперь уже не потому, что отец сказал, идите в землю обетованную, а потому что мы начинаем читать с вами 12 главу, и здесь видим следующее. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей. То есть Харан, это все еще был Бавилон, то есть это была еще та самая земля, которая была в Междуречии, и они еще находились в земле, так сказать, своих предков. И вот Бог говорит Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и произведу от тебя великий народ, благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословением. Я благословлю благословляющих тебя, а засловящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И дальше смотрите, что произошло. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. С ними пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. То есть мы видим, что, во-первых, Авраам начал слышать голос Божий. То есть, скорее всего, настолько был вот этот шум, который вокруг него, этот бесовский, который там был, в данном случае это всякий мирской шум, в котором мы находились с вами. Мы не могли в Уре-Калдейском слышать голос Божий. Мы должны были слышать чей-то голос ближе к нам, к которому мы привыкли. Мы привыкли слышать, например, голос отца. И во многих случаях человек, прежде чем выйти из своего прежнего состояния, в котором он находится, должен увидеть, какой путь ему приготовили. И для этого нужен кто-то физически осязаемый. В данном случае это может быть наставник, отец, пастор, неважно кто. Но для начала, когда человек только выходит из того места, где он пребывал, в этом Уре-Калдейском, обратите внимание, они были там далеко не бедные, у них все было хорошо. Они были богатой семьей. Посмотрите, с каким имуществом он пришел в землю хананскую. Они собрались и вышли оттуда. Они перешли из Ура-Калдейского в другое место. То есть их называли евреями, потому что они были евреем. То есть они перешедшие из одного места в другое, потому что не хотели, видимо, там больше оставаться. Умалчивают история об этом, хотя в Талмуде много историй на эту тему. Но история умалчивает, почему Фара решил со своей семьей уйти из Ура-Калдейского. Но по факту, только в Харане, на полпути из предыдущего их места жительства к земле обетованной, Авраам начал слышать голос Бога. То есть он ведь не подумал, что это, ой, кто это со мной тут разговаривает, может мне видение какое-то приснилось. Нет. Бог явился ему и начал с ним разговаривать. То есть там он ему не явился в Уре-Калдейском, потому что там, скорее всего, из-за того, что вот этот вот шум вокруг, ну, шум в кавычках, да, бесы все эти, все эти удовольствия, все эти какие-то вещи, которые там происходили, помешали бы, скорее всего, услышать голос Божий, он бы затерялся между этими голосами. Но здесь, когда они уже на полпути, и когда нет голоса наставника, а это иногда бывает не обязательно, чтобы наставник умер, да, и человек начал слышать голос Божий. Нет, иногда наставника задача привести в то место, где человек начнет слышать голос Божий. То есть наша задача, как наставников, да, в частности, снимая как пастора, привести человека к тому моменту, когда он уже слышит не через меня голос Божий, но сам слышит голос Божий, знает его и идет за Богом. Потому что Фара мог остаться в живых, и они все равно пришли бы в землю обетованную. Но тогда, во-первых, теряется весь смысл этого путешествия, потому что Бог хотел привести его в эту землю и благословить всех потомков Авраама именно этой землей. Потому что здесь так написано, что я приведу тебя в землю, которую я укажу тебе, а не ту, которую Фара укажет ему, то есть отец. Поэтому нужно было, чтобы произошла вот эта перемена. Не то, что Бог желал смерти Фаре, нет. Но с другой стороны, мы знаем, что Фара шел туда, так же, как и евреи шли из Египта в землю обетованную, и те, кто были отцами, те, кто вошел в землю обетованную, они все остались в пустыне, никто не дошел до земли. Не того, что они не устроили Бога, потому что они роптали. Мы нигде не считаем здесь, что Фара роптал на Бога, но, по крайней мере, мы видим, что на каком-то этапе человек должен перестать слушать только людские голоса и начать слышать голос Божий, для того, чтобы войти в землю обетованную. И это первый пункт, на который нам стоит обратить внимание в истории Авраама, что он послушал глаз Божий и пошел. И написано дальше, что он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Но об этом чуть позже. Теперь давайте обратим внимание на еще двух персонажей, которые фигурируют нам во всей этой истории. Первый персонаж это Сара. Сара это его жена. Она была красивая, она была, возможно, умная, мудрая, но она была человек недоверчивый. Помните, она и смеялась, когда Бог говорил, что родится у нее сын, и она, в общем, как бы, ну, и пыталась как-то помочь своим человеческим умом Аврааму. Помните, тогда родился у нас Измаил, причем она его же и обвинила в том, что Измаил родился, и что вот теперь давай выгоняй ее отсюда, мою наложницу, которая родила тебе сына, выгоняй, потому что она теперь смеется надо мной, нехорошее это дело, смеяться над своей госпожей. Ну, то есть, обычный человек, да, Сара, обычный человек, такой, которого мы знаем, да, и смотрите, обратите внимание, что Бог-то не разговаривает с Сарой, Бог разговаривает с Авраамом, как с главой дома, Бог не разговаривает с Лотом, это еще один персонаж, который появляется у нас здесь, Бог разговаривает с Авраамом, и дальше все происходит по тому сценарию, что Бог выстроил изначально, то есть Авраам, это друг Божий, через которого он разговаривает с этим домом, а дом тогда состоял из Авраама, Сары и племянника Лота, потому что у Авраама не было своих детей. Смотрите, что происходит, Авраам стал другом Божьим, а Лот не стал другом Божьим. Почему? Потому что это не было семя Авраамова. Обратите внимание, да, мы говорим о семени Авраамова, это не было семя Авраамова ни по закону, ни по традиции, это был просто, будем так говорить, примкнувший к его дому, потому что, скорее всего, он был не способный самостоятельно дальше двигаться. Мы знаем, что у него была жена, у него были дочери, но мы не знаем, откуда он эту жену привел, там ли он себе взял ее, в Содоме, или он привел ее с собой из Харана, а может быть, из урока Алдейского. Мы не знаем, это как бы, есть много догадок на эту тему, мы сейчас гадать не будем, да, собственно, к теме не относятся. Давайте посмотрим дальше. До Харана, как я уже говорил, Авраама вел его отец, и есть два человека, которые, как бы, ну, о которых мы здесь читаем в данном случае, да, у отца было два сына, один звали его Авраам, который пошел с отцом, в Харан, а дальше попал в землю Абитавану, и Нахор, который не пошел с отцом и остался там, в Вавилоне. Смотрите, какая разница в судьбах. Чуть позже мы с вами узнаем, что у Авраама родился один сын по наследию, который уготовил ему Бог, и звали его Ицхак, у него родился Яков, и дальше 12, а у Нахора родилось 12 сыновей, и мы о них больше ничего не знаем, потому что они не стали благословением, и у того, и у другого 12 наследников, 12 колен, и мы не упоминаем сейчас эти колена, как бы, потому что это другая история, но обратите внимание, что есть некая параллель, и там, и там родилось 12 сыновей, потом у Авраама был еще один сын, которого звали Измаил, и у него тоже родилось 12 князей, как Бог и говорил, но они не получили благословение от Бога, то есть те, кто не были в сценарии Божьем, который выстроил сам Бог, то есть Авраам, Ицхак, Иаков, Израиль и 12 апостолов, 12 колен Израиля и 12 апостолов, это те, кто получили благословение, потому что у Бога есть свой сценарий, и дальше у нас есть обетование, которое говорит нам в Писании, что мы все являемся наследием Авраамовым, именно потому, то есть мы прикреплены к Аврааму, даже не важно, мы евреи или язычники, то есть мы либо идем по стволу наследия Авраамова, то есть Авраам, Ицхак, Яков, 12 колен Израилевых, потом дом Давида, дом Иудин, дом Давида и так далее, либо мы идем с вами по вере Авраамовой, то есть мы поверили Богу, и это вменилось нам в праведность, если вы являемся с вами бывшими язычниками. То есть, короче говоря, смотрите, что происходит. До какого-то момента, на чем я хочу заострить ваше внимание, до какого-то момента Авраам шел за отцом, то есть он еще не слышал голос Божий, Бог еще с ним не разговаривал, но он шел за отцом куда-то в другое место. Он не знал, скорее всего, что такое Ханаан, он не знал, что это за земля, но он шел за отцом, потому что отец его позвал. Нахор остался там, в городе Урк-Халдейский или Урк-Ас-Дим, и тоже как бы у него все хорошо, у него была жена, у него была наложница, и там родились у него восемь сыновей от жены, четыре сына от наложницы, но дело не в этом. Авраам ждал, и мы знаем его веру, да, он прождал очень долгое время, пока у него родился вообще первенец, которого звали Измаил, но Бог сказал, не-не-не-не, не надо мне помогать, я сам все решу, я сделаю так, что Сара родит тебе ребенка, именно от Сары будет то семя, которое благословится, и через которого я передам благословение, соответственно, мое, ну, мы знаем это Исхаку, а дальше Якову. У Авраама был всего один сын, законнорожденный от Сары, то есть, ну, Измаил тоже был законнорожденный, потому что тогда можно было рожать и от наложниц тоже, себе детей, но по факту, по Божьему сценарию только один сын, второй не входил в сценарий, это уже изобретение Авраама, кстати, мы с вами читаем об этом и в предыдущих главах, когда земля растлилась, потому что каждый захотел сам по своему желанию брать себе жену, и это в Божьи планы не входило. Поэтому первый момент, на который я хочу обратить внимание, это то, что до какого-то момента из грешного мира к земле обетованной нас должен взять человек и научить нас слышать голос Божий. Я так думаю, что даже не желая того, или, может быть, не зная этого, хотя в Талмуд говорит, что отец Авраама был какой-то там языческий священник, не знаю, об этом здесь умалчивает история, но на каком-то этапе, скорее всего, если уже Авраам понял, что говорит с ним сам Бог, то как и в Аллаам в свое время, там он был языческий как бы пророк, но он слышал голос Божий, он знал, что через него говорит Бог, или ему говорит Бог Израиль. И здесь то же самое, скорее всего, Авраам научился слышать голос Божий, и наша задача как наставника, и вы будете наставниками из Божьей помощи очень скоро, когда вы приведете кого-то к вере, и вам нужно будет довести этого человека до момента, когда он, простите, самостоятельно слышит голос Божий, и это будет тот момент, когда он сам пойдет за Богом, ваша задача его туда привести, это первый момент. Второй момент, что есть те, кто становятся другом Бога, и те, кто заходят в это во всем. Лот, он бы, смотрите, что с ним дальше произошло. Второй момент, мы поговорим сейчас о том, что люди, которые заходят вместе с нами в это обетование, они тоже благословляются. Главное, чтобы дальше с ним ничего, никакого греха не произошло, но даже если и произойдет, все равно Бог выведет это все на, так сказать, на свои праведные пути. Что произошло с Лотом? Смотрите, Бог разговаривает Авраамом как с другом своим, он с ним советуется, Авраам даже торгуется с Богом, мы помним, когда он пришел с ангелами уничтожить Содом и Гоморру, Авраам уговаривает Бога не уничтожать Лота. И тогда двое ангелов приходят и спасают Лота. Но смотрите, опять, что происходит. Те, кто послушались и ушли, они остались живы, но те, кто не послушались и остались там, они погибли. И опять же, там очень много слова посмеялись, посмеялись, посмеялись. 36 раз повторяется в этой истории слово посмеялись, Ицхак, Ицахак, на иврите это смех и посмеялись. Почему? Потому что на самом деле Бог не любит, когда над ним насмехаются. Если он что-то говорит, даже если человек в это не верит, но он делает по слову, он в конце концов видит плоды. Так было с Ноем, который создавал ковчег, когда еще дождя не было, люди не знают, что такое дождь. Ему он говорил, будет потоп, а нет, какой потоп? Солнце светит, мы даже не знаем, как вода выглядит, ну прям как в море, да? Но над всем можно смеяться, над любой верой можно смеяться, пока не начнется дождь и пока не будет стоять ковчег. То же самое произошло с Авраамом и Слотом, кстати, да? Кто-то посмеялся, но Бог все равно сделал по-своему и все равно те, кто поверили, просто поверили и пошли, они благословились, а те, кто не поверили и остались, они погибли. И поэтому мы видим здесь очень четко, что Авраам все-таки остался другом Богу, а Лот им никогда не был. Теперь смотрите историю с обрезанием. Бог говорит, что все люди мужского пола должны быть обрезаны, но к тому моменту хозяйство Авраама и хозяйство Лота были разделены, и Лот не вошел в этот завет, хотя Бог его спас. Смотрите, что происходит с ним дальше, его уводят в плен. С Авраамом ничего такого не происходит, на него даже никто не нападает, у него не было войн ни с кем, потому что Бог хранил его пределы. Но на пределы Лота было нападение, они забрали все и ушли, и Аврааму донесли, что его племянника убили в плен, и он пошел и сразился, и отвоевал, и привел всех обратно, а по дороге встретил Мельхиседека, принес ему десятину. Бог явился его там, и мысли, явился он там через своего священника и благословил, и этот Мельхиседек оказался на самом деле человеческим воплощением самого Бога, он был священником Бога Всевышнего, мы знаем, что это параллель с Иисусом Христом, который сейчас там находится, одесной Бога на небесах, и ходатайствует за нас, то есть он наш первосвященник. И вот здесь еще один момент. При всем при этом Лот наблюдает за всей этой картиной, наблюдает за тем, как Бог благословляет Авраама, но он не примыкает к нему, он не становится, он не подошел к Аврааму и сказал, слушай, я тоже хочу быть другом Божьим. Для него все, что происходит, то само собой разумеющееся. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что приходит Бог, разрушает оплот зла. Содом и Гоморру выводит Лота вместе с его женой и говорит им, не оборачивайтесь. А она все-таки обернулась и превратилась в сверной столб, а он спасся, и в пещере дальше происходят страшные дела. Его дочери совершают с ним страшный грех инцеста и от них рождаются два человека. Бен Ами, глава Аммонитян и Муав, глава Моавитов до сих пор, Моавитян. И мы знаем, что потом все равно Бог выводит это в другое русло. Руд Моавитянка становится бабушкой царя Давида и становится причастной к рождению нашего Мессии. Но смотрите, что происходит. У Авраама все проходит гораздо проще, гораздо глаже. Да, понятно, что все мы смертны, и Авраам переживает смерть своей жены Сары. В этом подробно описано все на будущее. И мы знаем, что Ицхак и Измаил потом помирились, и они похоронили вместе Исару, а потом и Авраама. И Авраама Бог благословил дальше, когда он вышел за пределы своей земли и женился повторно на Хитуре или Ктураю зовут на иврите, и у него там родилось еще куча детей, и он стал моложе, он прожил еще кучу лет. Но смотрите, что происходит в этот момент. В этот момент происходит очень интересная вещь. Это находится у нас в 22 главе. Здесь идет речь о том, ну да помните, это жертвоприношение Ицхака. Представьте себе, у Авраама один единственный ребенок, которого он ждал практически 90, почти 100 лет. И ему нужно принести его в жертву. Он ведет его на жертвенник, поднимает нож, ангел вмешивается. Дальше всю эту историю мы знаем. Но что происходит дальше? Приходит момент еще одного испытания. И мы видим, что это не от Бога испытание. Смотрите, что здесь происходит. Возвратился Авраам к отрокам своим и встали и пошли вместе в Версавию. И жил Авраам в Версавию. После всех происшествий Аврааму возвестили, сказав, вот Милка родила Нахору, брату твоему, сынов. И перечисление. 12 детей у Нахора, который остался там, в Уре-Халдейском. И как бы он скорее всего живет припеваючи там. Он никуда не ходил, он не претерпел ни вот этих вот вот этого вранья всяческим царям про то, что Сара это сестра, не жена и нужно было ждать, когда родится ребенок и там вот эти все происшествия сло, там все эти войны, все эти разборки, все эти перемещения и конфликты между пастухами и вот это вот ну короче куча вещей, которые происходят здесь, а у него один ребенок и то нужно было пройти через вот это вот принесение в жертву. И возможно Аврааму нужно было задуматься в этот момент, слушай, а может быть не нужно было сюда идти, может быть нужно было оставаться там в Уре-Халдейском, смотри, он там остался и ему жена родила восьмерых, наложница родила четверех, а у него только один. И представьте себе, тогда не было ни больничных касс, ни медицинской страховки, неизвестно вообще, доживет этот ребенок, то есть каждый день это просто проснулись утром и благодарить Бога за то, что все живы и ребенок своими ногами ходит, а тут еще его в жертву нужно было провести. Представляете, какие были мысли у Авраама в этот момент, там Нахор без всяких проблем рожает себе двенадцать детей, а он здесь, которому Бог пообещал, что будет прям как морской песок и как звезд на небе, у него один-единственный, причем, говорит, именно этот, никакой другой, этот принесет тебе благословение. И он знает, простите, он знает, что у Нахора двенадцать детей Сара умирает и он остается с одним законным наследником своим. Понятно, что у него рождаются еще другие дети, чтобы утешить его, дети утешения, будем так говорить, но при всем при этом только Ицкак у наследует это благословение. Представляете, через что должен был пройти Авраам, когда он все это испытывал на себе. Это второй пункт. Те, кто выводит, давайте вернемся опять, да, те, кто выводит нас из Ура Халдейского, из города Беса, в котором мы жили, к моменту слышания Слова Божьего, это наставники, за которым мы идем. Еще раз повторяю, там было двое детей, одного звали Нахор, одного звали Авраам, Авраам пошел, Нахор остался. Дальше, именно Авраам начинает слышать голос Божий, становится другом Божьим, его Бог охраняет, благословляет, в то время как Лот, еще один мужчина, который пришел с ним, на него нападает, его водят в плен, там делают ему кучу всяких неприятностей, и его Авраам вызволяет оттуда. Но при всем при этом Лот остается в стороне, он не просит благословения, он не просит быть, ну, как бы, протекции, да, сделай меня тоже другом Божьим, нет, для него все остается так или иначе одинаково. Он приезжает, переезжает жить в Содом, там, он даже готов дочерей отдать своих, то есть, ну, не божеский такой, дочерей возьмите моих, то есть, он свое личное семя готов отдать на растерзание этим извращенцам, но типа, не трогайте ангелов, может быть, ангелы сами за себя поставить не могут. но дальше Бог все-таки выводит его оттуда и спасает его, дает ему опять выбор, обернетесь, погибнете, не обернетесь, останетесь живы, одна обернулась, становится соляным столбом, они спасаются, но все еще мы не читаем, что он стал другом Божьим. Что произошло с Лотом, мы не знаем, что произошло с его дочерями, мы не знаем, мы знаем, что от них родились Муав и Бен-Ами, и все. Дальше войны между аммонитянами и войны между маавитянами и израильтянами, но все это приходит в конце концов к хорошему концу. Но Авраам благословлен, Авраам пережил вот это вот испытание жертвоприношением Ицхака и завистью к Нахору, потому что он остался там и у него все хорошо, а Авраам вынужден был переместиться сюда и у него все не очень хорошо, хотя Бог охраняет его, но написано изначально, Авраам поверил Богу и это изменилось ему в праведность. Но там есть слово Эймин, да, вот это слово поверил, Эймин, Авраам, Богу, да, Эймин, Авраам, Ле-Элуим, то есть он не просто поверил, он доверился ему. И это ключевое слово, пожалуй, во всей этой истории, где существовали и искушения, где существовали всякие сомнения, сомнений было много, представляете, он столько лет ждал, уже родился, вот он, как бы законно родил себе наследника Измаила, Бог говорит, изгони его, изгони его. И дальше Бог приходит, Авраам приходит, Бог говорит, послушай, ну я же родил тебе сына, почему ты не благословляешь его? Он говорит, а ты меня спросил? Бог говорит ему, как к другу, ты меня спросил, что ты меня не спрашиваешь, потом ко мне претензии. Иди дальше, слушай свою жену Сару, она же тебе насоветовала, да. Авраам через это прошел. И это показатель очень солидный того, что на самом деле нам нужно слушать в первую очередь Бога. Мы потом дальше прочитаем еще эти истории, когда хлеба преломили, а Бога не спросили, и потом предъявили претензию к Богу, Бог говорит, а ко мне какие претензии, у меня же не спросили. То же самое было с Измаилом. Все это проходит Авраам, представляете, у него нелегкий путь, у него очень тяжелые испытания проходит его вера, но в результате он благословляется, благословляет своего сына Исхаку, Исхаку рождаются двое детей, где опять же перед ними стоит выбор. Хотя Яков был лжец, и мы знаем это, и Бог ему все это, так сказать, потом высказал в лицо, будем так говорить, но второй тоже имел выбор. Он имел возможность, он имел возможность, конечно, остаться у Бога, но у Бога был такой сценарий, он знал, чем все закончилось, и слава Богу, что у нас такой Бог, что мы знаем, что Он знает все от начала и до конца, и мы знаем, что мы полностью под Его защитой. И сегодня наша вера тоже проходит испытания. Мы как бы вот хотели бы, год классный вроде начался, и провозглашали великий прорыв, но вы знаете, этот прорыв должен был, может быть, произойти именно в нашей вере. И сегодня мы опять начинаем год с карантина, у нас аж до 14 января карантин, но мы знаем, что если мы будем верить, если мы будем проходить все эти испытания, и мы же не знаем, какие эти испытания будут. Ведь, смотрите, здесь с одной стороны приходит Бог и испытывает нас на веру с Ицхаком, а с другой стороны приходит дьявол и говорит, смотри, дорогой Авраам, твой брат Нахор остался в Уре Халдейском, смотри, как у него все круто, у него 12 детей, а что у тебя? один ребенок, которого зовут Ицхак, и еще один где-то в пустыне, которого ты родил, а потом твоя жена сказала его выгнать, подумай, может быть, стоило остаться там, еще ничего не поздно поменять. Дьявол работает именно так. Откажись от того, что у тебя есть сегодня, получишь гораздо больше сейчас. Но Бог изначально сказал, твое семя будет, как песок морской, как звезды в небе, если сможешь сосчитать. И Авраам поверил Богу. Он не говорил о том, что у него сейчас все будет, он знал, что потом будет. И сегодня, когда Авраам, находясь там, в Царстве Божьем, наблюдает за тем, что происходит с его семенем, а его семя сегодня распространилось как среди евреев, то есть через колено израильские, так и через веру, в которой язычники присоединились к этому, и он видит, что это действительно как морской песок, послушайте, больше двух миллиардов. Я не говорю, что мы сейчас должны надеяться на то, что вау, потом когда-нибудь у нас все будет. Послушайте, Писание нам говорит, что мы, забывая заднее, простираемся вперед, потому что знаем, какой венец уготовил нам Господь. И кто знает, может, этот венец мы получим при жизни, как многие генералы веры, они действительно могут сказать, что забег свой совершили, и веру сохранили, и теперь приходим к получению этого венца, да, а может быть и нет, может быть мы только сеем сегодня и будем пожинать. В следующем, да, нам, как людям, пришедшим из мирского образа жизни, тяжело понять, что иногда мы должны немного потерпеть, немного подождать, устоять в вере сегодня, ради того, чтобы потом получить великое благословение. Нам иногда тяжело это понять, потому что тяжело верить в невидимого Бога, тяжело видеть, как все нахоры, которые вокруг нас преуспевают, и только у нас проблемы, у нас какие-то недочеты, у них 12 детей, и они никого не верят, они никому не подчиняются, у них свобода, а мы верующие, ходящие за Богом, мы вот за каждого, за каждую вот эту вот песчинку цепляемся. Измаил? Нет, не Измаил, а Ицхак, Ицхак точно, в жертву принести, хорошо, принесу в жертву, но ты же воскресишь, я знаю, поэтому я пойду и принесу в жертву, я опять дьявол, а у него 12 детей, и все мальчики, все мальчики, то есть все наследники, какой должен быть у человека стержень внутри, какая должна быть у него действительно вера внутри, чтобы увидеть в этом во всем Божье благословение, потому что на самом деле, иногда я думаю, вот он под своим дубом этим любимым в мамре садился и думал, а реально, я ведь здесь живу, ни в чем не нуждаюсь, я самый богатый человек на этом месте, со мной считаются все цари, со мной хотят заключить договор, все цари, чтобы я на них не напал, чтобы я им ничего не сделал, меня никто не трогает, проблема у кого? У Лота, вот он перед глазами, он не стал другом Божьим, его в плен уводят, на него все забирают, мне нужно за ними идти, его вызволять, опять же по дороге обратно, со мной в союзе все цари, я думаю, что иногда, даже имея одного наследника и, казалось бы, не созерцать вот этот морской песок и звезды на небе, оно того стоит, увидеть, что Бог да делает в нашей жизни, это испытание веры, увидеть, что Бог дает нам на самом деле вокруг, для того, чтобы не концентрироваться на том, чего у меня нет, а увидеть то, что у меня есть, и Авраам был испытан в своей вере именно вот так, таким образом, он увидел, что у него есть, он увидел, как Бог благословил его во всем, и землей, и скотом, и наложницами, и рабами, и всеми отроками, которые на него работали, и договорами с мирными, с царями, вокруг никто на него не нападал, обратите внимание, и на Ицхака никто не нападал, на Якова нападал его родной брат, который желал его смерти, но и из этого Бог это все вывел, но мы сейчас говорим про Авраам и про нашу веру, которая дает нам право быть частью завета с Богом, потому что мы семья Авраамова, так или иначе, или по крови, или по вере, но к чему я хочу сказать, первое, нас должны вывести из ура Халдейского, мы должны последовать за наставником, в первую очередь, и дойти до какого-то момента, где начинаем слышать Бога, второе, мы должны поверить Богу, и идти туда, куда он нам указывает, даже если мы не знаем, что нас там ждет, у Фары, прошу прощения, в Харане были еще понимания того, что он будет делать в земле Хананской, у Авраама точно не было, потому что он не мог, так сказать, взять мысли своего отца и идти делать то же самое, хотя может быть, ему отец и говорил, о чем он там мечтал, но у Авраама не было никаких планов на эту землю, и эти планы были у Бога, и он услышал голос Бога и пошел за ним, это второе, что мы должны вынести из этого, дальше здесь живут два человека, два благословенных человека, Лот и Авраам, один стал другом Божьим, потому что поверил ему, это изменилось ему в праведность, а второй не стал другом Божьим, он жил постоянно под чьей-то опекой, под чьим-то покровительством, он знал, что максимум придет, Авраам его спасет, и он так и не захотел стать другом Божьим, он остался тем, кем он был, он слышал голос Бога, он услышал голос ангелов и пошел, он не стал насмехаться, он знал, что если что-то происходит, это точно ради его защиты, то есть он такой БМВ, да, кстати, более-менее верующий, но впоследствии все закончилось очень печально, потому что если мы не в присутствии Бога, мы всегда находимся в опасности, и история с Авраамом, его вера в то, что не важно, что произойдет, слушай голос Божий, иди по Божьим путям, Бог выведет тебя, и не важно, что происходит вокруг, не важно, что происходит у тех, кто остался в миру, на хор, которого 12 детей, а у него только один, которого еще нужно было в жертву принести, а потом ему все это рассказывают, он думает, ну зачем, 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 но Авраам был не такой, Авраам верил и доверял Богу, от начала и до конца, и поэтому Бог благословил его во всем, благословил его еще при жизни, благословил его детей, благословил все его наследие, и сегодня мы с вами являемся наследниками Авраама, и его веры, и его благословений, как по линии 12 колен Израилевых, так и по линии веры, поэтому я сегодня хочу, чтобы мы с вами молились на ту тему, чтобы оставаться в вере, несмотря ни на что, вера, как она есть, она вера Авраамова, несмотря ни на что оставаться в вере, несмотря ни на что оставаться верными Божьему Слову, и не смотреть, как у других, потому что другие, как Иисус потом сказал, горе вам богато, имеется в виду богатые, те, кто уже сегодня получили то, о чем Авраам только мечтал, потому что вы уже сегодня получаете награду свою, Иногда вот это получение награды сиюминутной, как реализации Божьего благословения, возможно, будет последней нашей наградой. И там, на небесах, нас уже ничего не ждет. Трудно, конечно, в это поверить, тяжело. Но именно это то, что позволяет нам войти в Царство Небесное. Без веры угодить Богу невозможно. И когда человек приходит к Богу, написано в послании к евреям, мы должны знать, что он есть, и ищущим его он воздает. Вот. Давайте будем молиться за ту веру, которую мы должны иметь, веру Аврамову, которая, несмотря ни на что, возгревается, существует и продвигает нас в Божий Царство. Аминь. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам эту веру. Это дар, который Ты нам дал, дар веры. Дай нам мудрости, чтобы возгревать его, чтобы мы в общении могли уходить все больше и больше в познание Тебя, Господь. Чтобы мы научились слышать Твой голос, независимо от того, где мы находимся, посреди какой пустыни, посреди какого пути. Господь, мы хотим слышать Твой голос, идти за ним, доверяя Тебе полностью. Потому что Твои намерения о нас во благо, а не во зло. Мы знаем, что Ты приведешь нас туда, Господь, где та земля, которую Ты хочешь дать нам, которой Ты хочешь нас благословить. Мы знаем, что Ты ведешь нас в Божье Царство. И наш сегодняшний первосвященник, за которым мы идем, и чей голос мы слышим у нас в сердце, это Иисус Христос. Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты, как овца, был безгласен и шел на это заклание ради каждого из нас. Ради меня, ради того, кто смотрит сейчас этот прямой эфир сегодня, в начале этого года. Господь, мы просим у Тебя Твоего сверхъестественного благословения на каждый день этого года. Дай нам вот это видение Авраама, чтобы видеть действительно то, что у нас есть, то, чем Ты нас благословил, и не завидовать тому, что есть у других, потому что это нарушение Твоей Десятой Заповеди. Не возжелай того, что углубило Твоего. Господь, я благословляю сейчас каждого на том месте, где он находится, именем Твоим, как Ты завещал нашим праотцам в пустыне, чтобы мы провозглашали эту молитву, и имя Твое было на каждом из нас. И пусть будет так по Слову Твоему, и это имя будет на каждом из нас, и мы будем благословлены, как был благословлен Авраам, доверяя Тебе, Господь. Благословенные мои, я очень рад, что мы сегодняшнюю нашу встречу первого дня Нового года проводим, хоть и онлайн, но вместе, что мы говорим о вере, и я обадриваю вас, укрепляйтесь в вере. Год, который мы прожили с вами, 2020-й, позади. Да, впереди еще нелегкий год 2021-й, но если мы прожили то, что было, и оглядемся назад, то все, что впереди нас, это только Божье благословение. Но мы знаем, что все, что уготовано Богом для нас, любящих Его, призванных к Его изволению, оно содействует нам ко благу. И этот год пусть будет ко благу каждого из нас. Это будет год прорыва в нашей вере, укрепления в нашей вере, следования за Господом. Мы прошли пустыню, сейчас мы идем в землю обетованную. Пусть будет так в вашей жизни. Поздравляю вас с новым 2021 годом. Желаю вам счастья, Божьих благословений без конца. И пусть этот год будет для вас действительно самым лучшим из всех, которые вы прожили до сегодняшнего дня. Благословений вам, Господи, и до встречи через неделю. К сожалению, пока опять онлайн, но это содействует нам ко благу. Пока. Будьте благословены. Шабад шалом.